Дина Сайфулина в третьей поликлинике считается молодым, но уже достаточно опытным врачом-терапевтом. Свою трудовую карьеру девушка начала в 2008 году, сразу после вуза. Несмотря на сложности, возникающие поначалу, Дина освоилась на своем месте и теперь с честью посвящает все рабочее время своим пациентам. Сейчас на участке врача около 3000 пациентов. Очень много больных с хроническим заболеванием на учете. Это больные с сахарным диабетом, гипертонической болезнью, то есть болезнью желудочно-кишечного тракта. Непосредственно они, конечно, мы их вызываем, осматриваем. Они у нас дают анализы и ежегодно мы их проверяем, чтобы заболевание не прогрессировало. Корректируем лечение. Больные, которые инвалиды или пожилые, старше 75 лет, мы ходим сами. Свой терапевт ходит, потому что они особенным вниманием нуждаются. Дина Сайфулина и ее коллега Гузали Афиногенова вошли в число лучших медицинских работников страны. Рейтинг ТОП-500 в этом году был составлен впервые. Здесь оценивалась работа участковых врачей-терапевтов и врачей общей практики. Здесь проводилась оценка такой деятельности, как госпитализация на участке, смертность на участке, количество вызовов скорой медицинской помощи, как проводится диспансеризация. Это все проводилось даже без уведомления нас. То есть мы не знали, что такая производится оценка. Нас поставили в известность только о том, что победили наши два врача из города Нефтекамска, что, конечно, очень приятно. Важно отметить, что для включения в рейтинг медицинские работники должны были проработать на том участке, где оценивается его работа, не менее года. Очень приятно. Еще это придаст больше энтузиазма для дальнейшей работы. Хотя я свою работу люблю и мне в любом случае приятно работать. Даже и без этого было бы. Лучших врачей страны отбирали сотрудники Высшей школы экономики и Института организации здравоохранения и информатизации из 46 тысяч кандидатов и попасть в ТОП-500, выполняя свою работу почетно. Татьяна Галиева, Иван Кузнецов. Информационная программа «Ежедневник».